Маленькие экземпляры Сегодня мы поговорим о налинии, у которой уже ствол сформирован. Как вы видите, точнее вы не видите, а вижу только я, у нее срезана верхушка. Это делается для того, чтобы было как можно больше боковых отростков. Если верхушку не срезать, то крона у нее получается одна. Одна пушистенькая, веселенькая, но не такая веселенькая, как эта. Как мы уже говорили, бутылочное дерево, налины еще называют бутылочным деревом, потому что в этой полости, которая внизу, со временем полость эта увеличивается, скажем так, попка налины растет, и в этой полости во время засухи, до засухи, скапливается вода, и во время засухи она питается этой водой. Точнее, это не вода, это сок. Поливают ее очень умеренно, не надо налины заливать. Вот такому горшку раз в две недели будет хватать с головой. Опрыскивать ее нужно, иначе сохнут кончики листика. Когда вы обрезаете, этого не видно, но все равно подсохшие кончики не очень симпатично смотрятся. Но при обрызгивании следите за тем, чтобы в пазуху листа, в розетку не попадала вода. Молодая листва, опять-таки, у нее очень нежная, и отгнить ей ничего не стоит. Освещение может быть ярким, может быть притенение, может рассеянный свет. Здесь ей все равно. Главное, не ставьте ее в тень, для того, чтобы листва не побледнело. А на Лине все. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok